ну пишу сегодня химию чуваки ощущение ну как бы кстати сделала себе ногти короче чтобы было удобнее по регулятору нажимать я сегодня уже все утро повторяю химы и вот сейчас буду смотреть на ютубе разбор сложного случая 22 задания это живые эмоции после написания химии по-моему я очень рада мне хватило времени я не решал вторую часть ну 26 27 я уверена и в принципе я уверена практически во всей первой части кроме ну грубо говоря там 45 заданий может быть закосячила со второй части я решила 29 30 31 в 32 у меня будет 4 балла не 5 потому что я не смогла уравнить реакцию реакцию серебряного зеркала я вообще забыл формула этого раствора серебра и 34 я хотела полностью решит мне не хватило времени решать а еще бы написал реакцию до 33 вот но повторюсь времени мне не хватило очень долго решала первую часть ушел и часа полтора прям сидела над каждым заданием поэтому в первой части я довольно сильно уверена само 2 я тоже уверена в том что я решила ну короче факт то что у меня не будет 90 плюс не знаю сколько у меня будет но я думаю что в целом должен быть хороший результат я писала пробник свою максимум на 80 баллов и примерно столько или чуть больше я и ожидаю через десять часов я пишу егэ по русскому языку по моему самое время начать усердно готовится у меня есть сборник сыбулька с двумя прорешенными вариантами то есть куча заданий и все в моих силах потом вот такой вот маленький чудный сборник которым я пользовалась ну типа такой себе потом книжечка со всеми проблемами и разными аргументами для сочинений потом мои тетрадь с теорией полупустая ну да ладно и еще одна книженция с теорией но вообще по большей части собираясь смотреть что-то на ютубе записывать и нарешивать задание и вариант в целом через девять часов мне нужно быть в школе но при этом мне нужно сходить в душ и шить волосы собраться чтобы не как бомж не как сейчас время 050 вообще я сегодня просмотрела кучу вебинаров разных по 26 заданию по седьмому по девятому в орфографии я вообще миллион вебов смотрела пересматривала моя проблема заключается в том что в течение года я проходила задание очень много заданий прошла но потом я не закрепляла теорию я не нареживала задание просто прошла забыла у меня тут футболочка висит который я буду надевать завтра так что я хотел сказать я хотел сказать убедительная просьба не повторять все то что будет происходить в этом видео не допускать таких ошибок которые допустила я не забивайте на русский иначе вам придется готовиться также за ночь к нему причем это не какой-то там байт это это реально я не готовилась весь год и не покупала никаких курсов я ничего не делала единственное приходилось на не частично который потом забывала вот и все по-моему я просто топ первое задание я в свою жизнь только раз пять решила правильно короче я в жопе полной а в конце этого видео узнаете мои результаты пока и сама еще не знаю я пока еще ничего не написала даже мне еще на сочинение нужно поработать какого хрена где интернет почему меня ничего не работает ничего не грузится именно сейчас отлично помимо того что мне егэ через 10 часов у меня подождите через 9 часов твою мать у меня еще интернет не работает вообще ничего не грузится жизнь прекрасна хорошо что у меня есть хотя бы какие-то книжки супер супер у меня новое название для этого ролика готовлюсь кигая по-русскому без интернета за 10 часов за 9 часов за еще меньшее количество часов потому что сходить душ супер как же я люблю испытывать себя зацените мой мак кстати не знаю какая версия версия asus а а а Не спрашивайте, что это. По-любому, уже будете спрашивать, что это за хрень на лице. Это цинковая паста, я не совсем уверена, что она прям суперкрута, офигенно помогает, но она на какой-то степени всё-таки подсушивает всякие болячки. У меня как раз выскочила какая-то дырянь на лице, пытаюсь как-то спасти своё лицо. Планово сейчас написать теорию, слитное раздельное написание частицы «не» с разными частями речи. Это какое задание? 13-е, 14-е, кажется. Я напишу, тут довольно много писать, но я довольно быстро пишу, потом сгоняю в душ и примусь за сочинение. Если мне останется ещё время, то разберу пунктуацию. А время уже по пятому утра. Ну ладно, хватит, хватит, мне ещё столько писать, мне ещё надо в душ сходить, собраться и вспомнить, как писать сочинение. В принципе, я помню структуру, я переживаю только за проблему, смогу ли я определить точно прям. Но всё-таки больше всего я переживаю за то, что я буду приводить в аргументах, типа, с литературой. Не хочу из жизни что-то там выдумывать. Хочу привести годный пример, а не какие-то там сказки писать. Почти 5 утра, на моём лице какая-то дичь, похоже на зубную пасту. Если моё видео, мне пофиг. Надеюсь, вам тоже. Обалдеть, смотрите, сколько я разобрала, я думала, что разобрала гораздо меньше. Посмотрите, сколько здесь листов. Ну, типа, нормально так. Кайф. Вау, какая красота. Обалденно, просто. Так, хочу спать. Просто, если я засну, то я просплю. Я ничего не знаю. Как я буду писать? Сейчас влюблюсь. Не хочу идти на русский. На химии я хотела идти, и к русскому не готовася, не хочу на русский. Я переживаю, я боюсь очень сильно. Просто надеюсь на то, что то, что я не спала всю ночь, не сыграет со мной злую шутку. Я вышла довольно рано, поэтому сходила, купила себе кофе, решила покачаться на качеле, подумать о жизни, может быть, помолиться. Ура, я написала русский. Я сидела до Талова, и знаете, у меня есть одна проблема. У меня заклинило шею. Я реально не могу ни влево, ни вправо. Причем заклинило в самом начале, и я не выходила. Потом вышла только в последние 10 минут экзамена. Все время я сидела, мучилась. Сейчас он до сих пор болит. Но, в общем, какие эмоции. Текст был нормальный. Как только я его прочитала, я сразу поняла, какая будет проблема. Я сразу поняла, что я буду приводить в пример. Я не воспользовалась ни одной шпорой по сочинению. Но в целом, вроде бы, все должно быть хорошо. Все, сила на исходе, голова болит, шея заклинила. Всем пока. Я пишу завтра базовую математику. Но я к ней абсолютно никак не готовлюсь. Мне пофигу. Я не могу открыть глаз. Как вы могли понять, я иду писать базовую математику. У меня с собой ни единой шпоры, вообще ничего. Только две ручки, паспорт и мой телефон. Телефон я, понятное дело, оставлю. Я все знаю. Я думаю, что я все знаю. А, у меня заложило нос. Что я могу сказать? Надо было решать базу. Надо было хотя бы раз прорешать три последних задания. Но в целом было как бы легко. То есть, ну, на четверку можно легко написать. Я проверила все задания, в которых я была неуверенной. И они все решены правильно. Верьте в чудо. А теперь на боковую. Поке. Давненько у меня не болела голова. Ну, сейчас болит. Ну что ж, пора вспоминать, что такое биология. Вообще, я хотела заняться ей еще 1 июня. То есть, к сегодняшнему числу я должна была уже добройти всю теорию. Но по итогу не могла себя заставить никак. Ходила на тренировки, у меня болели все мышцы. Потом у меня болела голова. Потом я отсыпалась после русского языка, когда я сутки не спала. И потом шла на экзамен. И вообще, после всех экзаменов хочется просто прийти и вырубиться. Вот сегодня я написала Матешу. И пришла и вырубилась на часа 2. Поэтому что я сейчас сделала? Осматриваю хордовых. И также за сегодня мне нужно будет выучить всю зоологию. Если все, хотя бы больше не будет часть. Ну, здесь нормально так. А вот начало, как вы могли заметить. Итак. И еще один конспект я сейчас напишу. Вообще, я сейчас лежала. Думаю, засну-ка я в второй раз. У меня так выйдет голова. Может быть, я проснусь и она перестанет болеть. Но потом я понимаю, что я спать не хочу. Думаю, пойду-ка я посмотрю веб. Потому что за сегодня мне все равно его нужно будет посмотреть. Хочешь, не хочешь. Потому что 3 июня уже. Грубо говоря, через 10 дней экзамен в биологии. Поэтому нужно входить в хард-режим. Опять так не хочется. Так лень. Просто уже жду, когда закончится мой последний экзамен. Ну и что могу еще сказать после написания трех экзаменов? Химия была легкая. Русский был тоже нормальный. Довольно-таки легкая тестовая часть. Да. Да. Легкая тестовая часть. Ну и базовая математика, само собой, тоже норм. Все. Погнали. Меня ждет Андрюша, с которым мы так давно не встречались. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой малюсенький конспектик у меня вышел. Через две минуты у меня начинается предбаня по биологии. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас третий час ночи. Мне нужно выучить экологию. Да, не завидуйте мне только. Ну ладно, поплакали и хватит. Нужно еще вспомнить всю биологию. У меня есть шесть дней. Ну уже пять. Думаю, мне должно хватить этого времени. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Бегаю по биологии через три дня. Я уже немножко помираю. Или немножко. Результаты по химии не радуют вообще никак. И уже начинаешь думать, что зачем мне готовиться к биологии. Но готовлюсь все равно. Причем готовлюсь жестко. Причем это еще не все листы. Вот еще, например. Но это, наверное, будет моя будущая шпора. Потому что тут аналогичные гомологичные органы. Это что за дичь? Просто как это запомнить? Как это понять? А это я просто сама все время забываю. Ну то есть я не помню прям точно все заболевания вирусов и бактерий. Я сегодня повторяла тоже опять общую биологию. С самого начала начинается. Очень надеюсь, что я смогу написать биологию на 70 баллов минимум. Прям очень сильно надеюсь. Слышите? Это отмечают наши самые высокие баллы по биологии. Спасибо, дорогие, за веру в нас всех, сдающих биологию через день. Спасибо большое вам за бесплатный салют. Последний день перед экзаменом, впрочем, как и в последние 10 дней, я все повторяла. Перечитывала заводающие темы. Пишала варианты, смотрела вебинары. И до последнего пыталась что-то повторить, что-то доучить. Но силы были уже прям совсем на исходе. Поэтому я не уделила должного внимания некоторым темам анатомии, некоторым темам зоологии. Короче, все, что я как следует не повторила, все это мне и попалось в варианте. Последний день мучений, друзья мои. Последний день. Завтра я уже напишу биологию и буду чилить, хавать шелчки каждый день. Что ж, друзья, сегодня я вот это все смогу выкинуть со спокойной душой. До выхода хочу еще порешать некоторые задания. Страшно, очень страшно. Кому достался самый сложный барик? Мне. Честно, не хочу говорить про биологию. Не знаю. У меня очень плохие мысли в голове по поводу этого экзамена. Нет никакой радости, ощущение, что это последний был экзамен, что ты будешь свободен. Мне нужно довольно много по нему набрать, но я уже не набираю. Я знаю, что у меня там уже куча ошибок я напродачивала и в первой части, и во второй части. Не знаю. Еще результаты ждать. Короче, все. Всем пока. Ну что, друзья, жизнь прекрасна. У меня 69 баллов по химии. За что такой результат ужасный? Где моя почти полностью верно решенная тестовая часть? Я просто вспоминаю сейчас, когда я увидела вариант. Я так улыбалась. Я так решала его. Я думаю. Такой легкий вариант. Не может быть как просто как с таким легким вариантом можно было допустить столько ошибок. Я не допускала столько ошибок в авторских вариантах. Потому я не могу поверить, что у меня 30... Сколько? 36 первичных? Да, 36 первичных. Я не могу поверить. О боже мой. Это на сколько мне нужно биологию дописать, чтобы поступить в мед? На 100? Это нереально. Благо у меня еще хорошо оценили вторую часть. Нормально мне за вторую часть 11 баллов. Но опять же, такие с 20 это хреново. Могла бы на 17 баллов решить. Могла. Но не доработала. Я встаю сейчас вообще миллион вопросов в своей тестовой части. Мне сейчас остается только не спать ночами. Хотя зачем? Зачем не спать ночами? Зачем? Если ты придешь на биологию, напишешь ей на 50 баллов. Тут должна быть реакция на результаты ЕГЭ по русскому языку. Но я нечаянно удалила эти файлы. Но у меня сохранился коротенький видосик, где все-таки вы сможете наблюдать эту реакцию. Но, к сожалению, без моих чудесных комментариев. Ну, это все, что сохранилось у меня касаемо русского языка. Реакцию на свою оценку по базовой тематике я также не сняла. Потому что, во-первых, у меня не было дома. Во-вторых, я не могла посмотреть свою оценку на госслугах. Поэтому ждала появление своего результата на региональном сайте. И я, блин, хотела все заснять. Хотела посмотреть. Тут я вообще смотрю заранее. Потому что увидела, что кому-то начали уже приходить. И думала, что, может быть, пришли и мне. Но, конечно же, нет. Потому что я живу в жопе мира. Ну, в общем, это моя оценка 5. И я была очень рада. Потому что без нее я бы не получила золотую медаль. И вот пришло время узнать свои результаты по биологии. И тут вообще все очень грустно и непонятно для меня. И для вас это тоже будет шок контентом. Но балл у меня очень низкий. И сейчас вы его узнаете. Приветик. У меня вчера был выпускной. И пришли результаты по биологии. Сейчас мы заблетемся. Ну что, погнали смотреть. Страшно, очень страшно. Сразу скажу, что я жду 50 баллов. У меня был сложный для меня вариант. Я знаю уже очень много своих ошибок. А сколько их ошибок я еще не знаю. Все. Погнали. Ага. 53. Наверное, сейчас видите проявление моих стальных нервов. Потому что я не прорнила ни одной сетинки по этому поводу. Хотя, казалось бы, готовиться с лета. Не спать ночами. Все учить, стараться очень сильно. И получить такой балл очень-очень не очень. Потому что я понимаю, что слезами не справить ничего. И плюс, после того, как я написала биологию, я знала уже, что допустила кучу ошибок. И реально ждала 50 баллов. Была к этому готова абсолютно. Но, тем не менее, я поплакала из-за результатов по химии. Потому что этот предмет не очень запал в душу. Когда я решала варианты, я была уверена в том, что я решила практически все задания верно. И когда уже вышла, то понимала, что у меня вполне себе может быть и 80 баллов. Оказалось 69 на 11 баллов меньше. Ну, конечно, я была ошарашена. Но вот такая неудача со мной случилась. Например, во второй части, в последнем задании по биологии, мне попался новый тип генетических задач. Именно мне, конечно же. Но мне 53 балла. И эта задача вообще не оправдания. Но, в принципе, я не хочу оправдываться. Кто-то же написал на 90 плюс. Это возможно. Поэтому не забрасывайте учиться. Продолжайте грызть от гранита науки, чертов. И все у вас обязательно получится. Ну, а я, поскольку уже знаю все свои результаты по экзаменам, в скором времени буду снимать для вас большое видео, где порекомендую очень много хороших пособий, что по биологии, что по химии. Некоторые из них я почти полностью прочла. Но мой мозг не резиновый. Все забывается. Это сыграло свою роль. И еще, если вам только предстоит сдача экзаменов, то сейчас тоже будет полезная информация для вас. Пожалуйста, послушайте. Ребята, все вы знаете, как легко для меня прошел этот учебный год. Я высыпалась, много гуляла, смотрела фильмы, иногда делала уроки, потому что и так все успевала. Конечно, нет. Это вообще не про меня. Все было с точностью наоборот. Все увидели, что у меня было точно не до сна. Учеба занимала все мое свободное время, нервы, немножко слез, паника. У многих в этом году пришли плохие результаты, в том числе и у меня. У многих в этом году пришли плохие результаты, в том числе и у меня, к сожалению. Но для ребят, которые только собираются приходить в 11 класс и которым только предстоит сдать все эти экзамены, я хочу кое-что рассказать. И это кое-что поможет вам сбежать нервотрепки перед экзаменами. В общем, в этом году я была подписана на соцсети Веры ЕГЭФЛЕКС. Это преподаватель по русскому языку. Я думаю, вы ее тоже знаете, потому что она постоянно публикует разные бесплатные видосы, бесплатные файлы и разборы самых сложных блоков этого экзамена. Короче, она очень круто готовит к ЕГЭ по-русскому. И вот, например, вам реакция на результаты ее ученицы. Там что-то есть. Там что-то есть. 90-6! 90-6! Я могла бы написать так же, если бы готовилась. Так вот, у нее уже вот-вот стартанет бесплатная летняя школа для подготовки к ЕГЭ по-русскому. Все за месяц она разберет сами самые сложные задания этого экзамена, научит писать сочинения, предоставит готовые материалы с теорией, а также делает так, чтобы за лето вы смогли уже плюс 40 баллов поднять к самому нынешнему результату. То есть, если вы в 10 классе готовились, и у вас уже имеется какой-то результат, то за лето к этому результату вы сможете прибавить еще плюс 40. Неплохо так. И после всех этих занятий к 11 классу вы придете уже с отличной базой знаний, которая не была у меня, потому что я выбивала все время только на химию и биологию. Это и есть моя ошибка номер один. Не забивайте на русский. Все эти занятия будут происходить в супервеселом и летнем легком формате под своей непередаваемой атмосферой. В описании к этому видео я оставлю ссылочку на регистрацию в летнюю школу Веры. Повторюсь, это все бесплатно. И сразу предупреждаю вас, там ограниченное количество мест, поэтому если это для вас актуально, то переходите прямо сейчас, занимайте свое, и можете поставить лайк мне за этот видос. Дерезайте. Ну это было все мое видео, довольно грустное вышло оно, но это правда, и я, несмотря на то, какие у меня низкие баллы по химии и биологии, не скрыла их и рассказываю вам все как есть. В сумме за три экзамена у меня выходит 202 балла, но у меня будет довольно много дополнительных за красный аттеста, золотую медаль, значок ГТО. Я уже посмотрела, и я в очень многие вузы могу пройти на бюджет, но они меня не интересуют. Поэтому я смотрю на проходные баллы, и во все эпитерские вузы, куда я хотела подать документы, по проходному баллу я прохожу. Ну и теперь, когда все экзамены сданы, нужно немножко возморачиваться с документами, ну или не немножко, и отдыхать на полную катушку, проводить больше времени с родными. Больше моей жизни вы сможете наблюдать в моем телеграм-канале, где я очень активная, а красивые фотографии, над которыми я несколько заморачиваюсь, вы можете увидеть в моем инстаграме. Ну и все, желаю вам всем поступить туда, куда вы хотели, и круто провести это лето. Всем пока.